После переговоров в Сочи и тех вопросов, которые были подняты на этих переговорах с президентом России, мы договорились, что ряд вопросов мы обсудим на уровне руководителей правительства силового блока, прежде всего министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы, очень много писали об этой встрече, к сожалению, процентов 70 – это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены, их десятки были, очень многие вопросы, притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений. Но контекст этих переговоров, если можно так сказать, ограничен был рамками союзного государства. Изначально, как создавалось союзное государство, о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что мы способны выйти. Если очень кратко, отвечая на выдумки и вранье в разных каналах, мы, белорусы, живем в своей квартире, она небольшая. И Россия, огромная Россия, мы суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления. Мир настолько изменился, что это просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное и независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система отношений будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношений отдельных территорий. Россия огромная. А здесь мы рядом, практически одинаковый уровень развития, технологический, технический и так далее. И если мы захотим, мы сможем выстроить такую систему взаимоотношений. И мы очень многое сделали для этого. Мы просто об этом не говорим. Ведь у нас люди имеют равные возможности. Как бы ни было сложно, субъекты хозяйственные понимают на переговорах друг друга. Многого достигли. Да, еще есть непонимание и так далее. Я хочу просто привести пример один. Когда в России отскочили цены на сахар, Владимир Владимирович очень жестко отреагировал на эту тему, упрекнув, как у них там ассоциация с сахаропроизводителей. Они, оказывается, в 2020 и 2019 году убеждали президента, что белорусы заполонили своим сахаром Россию. Хотя это вообще невозможно. Но тем не менее, поразило то, что Путина убеждали в том, что мы тростник завозим, перерабатываем его, делаем сахар. А России поставляем свекловичный свой сахар. Это невозможно, потому что у нас производство перестроено полностью и модернизировано под свеклу, переработку свеклы. Мы, наверное, уже лет 15, а может и больше не завозим тростник для переработки. У нас жесткая в этом плане договоренность. Но видите, как поступают товаропроизводители Российской Федерации. Молодец Путин, он жестко их отбрыл. Говорит, как же так? Вы же меня убеждали, что белорусы вам мешают, сахар свекловичный завозят. А на самом деле это не так? То есть и в России есть определенная, уже не сила, это конкуренция, которая заводит в тупик целая отрасль России, ссылаясь на то, что мы якобы мешаем. Мы никому не мешаем. Мы хотим выстроить такие отношения, чтобы мы не боялись и не дергались по поводу каких-то санкций. Вот вчера ввели санкции против России, позавчера против Белоруссии. И уже гвалт какой-то. Слушайте, 150 миллионов человек на такой территории мы не можем накормить запросто. Поэтому вот в этом ключе по всем отраслям мы подвергали анализу ситуацию. И приходили к тому, что нам надо начинать это делать. Нам надо просто спланировать, как делают китайцы и японцы это, насколько это возможно, спланировать наши дальнейшие действия в экономике. Очень серьезно было подвергнуто анализу вопрос нашей кооперации. Я тоже могу привести пример. Мы недавно гражданский авиазавод вынесли за пределы Минска. На последнем саммите Еврозес Казахстан настаивал на то, чтобы мы и дальше закупали самолеты импортного производства. На что Путин резонно заметил. Но говорит, у нас в России создан среднемагистральный лайнер. Почему не покупать его, если мы в едином союзе экономическом? Правильно. И более того, он добавил, чтобы был интерес, давайте скооперируемся. Давайте, говорит, будем вместе производить. Давайте некоторые там части, комплектующие, обслуживание передадим там, кто может этим заниматься. И я вот в Сочи, продолжая этот разговор, поблагодарил ему, сказал об этом, что мы такой завод перенесли с центра Минска, построили. И мы готовы не только обслуживать эти самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие. То есть осуществлять более тесную кооперацию. Нам это выгодно. Или возьмите интеграл. Давайте, говорю, вместе развивать это предприятие. Давайте кооперироваться. То есть мы вопросу кооперации посвятили очень серьезное внимание. Ну и мной был поднят вопрос по нашим ремонтным заводам. Эти заводы наши там востребованы. Давайте, говорю, кооперироваться. Президент России сказал, это говорит нам очень интересно. Поэтому в этом направлении и правительству, и госсекретариату, и Министерству обороны надо более активнее себя вести. Мы также с темой ВПК перешли на нашу оборонную тематику. Мы же видим, что происходит. Насколько обнаглели, буквально пару недель тому назад уже самолеты НАТО. Они уже прямо на границу на нашу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 самолет новый. И навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать. А мы должны отвечать. Если Россия, как это было в дни чемпионата мира по хоккею, помните, они звено самолетом. По моей просьбе посадили в Мачуриши для того, чтобы дежурить здесь. И вместе с нашими летчиками, нашими самолетами осуществляли дежурство в нашем пространстве. Я говорю, опыт есть. Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы. Белорусы и россияне. Вместе. А баз достаточно, их не надо создавать. Зачем деньги зря тратить? Лучше купить или построить новые самолеты для этого. Я должен сказать, что отторжения президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах, и наши ребята будут летать вместе с россиянами, ну, естественно, надо просить тогда и вооружения к этим самолетам. И при том, самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Нет. Мы ведем речь об обычном оружии. Вот эта тематика, этот блок, наверное, был самым таким обширным в наших переговорах. Что касается обороны, я хочу, чтобы вы понимали, что работать мы будем в рамках нашей совместной группировки, союзной группировки. Но, все-таки, Россия, это, говорят, вторая, первая, там, неважно какая армия в мире. И самое современное оружие, которое у нас на вооружении, а новейшего у нас нет. Мы должны выстроить так систему, чтобы наши ребята смогли научиться самым передовым методикам ведения войны, обороны, там и так далее. Мы должны осваивать вместе с Российской Федерацией. Вот это направление президентом России было с воодушевлением поддержано. Много вот сейчас писали по поводу кредитов. Никаких кредитов, даже речи не было об этом. И материалы не готовили для этого. Даже, да, и в материалах у меня не было даже темы этой. Но откуда эта тема появилась? Когда мы задумались строить атомную станцию, и я тогда руководство России просил, кредит, ну, это, естественно, практика. И тогда я так по-дружески Путину говорю, слушай, если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды, ну, допустим, на военные. Сколько мы сэкономили? Почему? Потому что, ну, наши рабочие подешевле мы делали. Тут логистика для того, чтобы перебросить определенные комплектующие и прочее. То есть, это, естественно, что здесь дешевле станция. Вот откуда пошла эта тема. Но мы ее не обсуждали. Я помню обещание президента России. Единственное, я сказал, если это не напряг для экономики России, мы будем использовать этот остаток этого кредита. В том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов там, и более современной техники. Отторжения не было. Единственное, когда я говорил с ним о строительстве азотного комбината, я предложил, чтобы он поручил Газпрому провести переговоры с Беларусью. Может, у них будет к этому интерес. Не будет, мы сами будем строить этот комбинат. Он нам нужен. Спрос на удобрения азотные в мире очень приличный. Азот из природного газа. Если Газпрому интересно ему, мы можем с ними договориться о строительстве. Все, ни о каких деньгах речи на этих переговорах не было. Поэтому, если нас там хотят, знаете, упрекнуть в чем-то, что опять мы с протянутой рукой, чушь полная. Мы пока обходимся, слава Богу, при всех сложностях с пандемиями и закрытием границ, обходимся своими денежными средствами. Что касается политики. Ну, естественно, что нас качали, их качают. Идет сейчас уже не противоборство, а война в средствах массовой информации. Мы понимаем, что нас будут пробовать уже не на зуб, а на все зубы. Мы обменялись закрытой информацией, секретными документами, которые наш комитет госбезопасности, Гругенштаба и другие добывают. В частности, сейчас наши беглые, нашли дворец Путина, сейчас пытаются найти дворец Лукашенко. Вот это у них сейчас самое главное. Вот вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы вот в этот костер подбрасывать дровишки, ну, хотя бы до апреля месяца. Понимаете, им надо завести народ в Белоруссии, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую, не спала волна активности. Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы. Пускай ищут, пускай показывают. Ну, а мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов и покажем. Они уже там дроны поднимают, летают. Я так наблюдаю за этим и думаю, слушайте, но если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение. Даже снимают частные какие-то дома и делая фильм, как по Путину, чтобы это приписать Лукашенко. Это не получится. Еще раз хочу и вам сказать, и всем, кто меня слушает. Лукашенко за четверть века ничего в государство не украл. По поводу трансфера власти. Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал, никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем. Как я говорил, в январе-феврале будущего года, вот и весь трансфер власти. Все, вот даже вы, вчетвером и прочее, можете участвовать в этих выборах после Конституции и в парламентских, и в президентских. Поэтому ни о каком трансфере власти мы даже не говорили. Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Это исключительное дело Беларуси. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договорились, мы будем координировать, как сейчас. И должен сказать, что наши оборонные ведомства и внешнеполитические ведомства являются образцом для сотрудничества с другим ведомством белорусско-российским. Поэтому мы будем координировать нашу оборонную политику на злобу дня, внешнюю политику. И мы полны решимости, это было наше общее мнение, создать такое объединение Беларуси-России в союзном государстве, что комар носа не поток. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на независимость, на суверенитет и так далее. Все будет красиво и достойно. Мы обсуждали отдельно налоговые системы Беларуси и России. Мы договорились, что мы еще раз вернемся на уровне белорусско-российских специалистов. Специалисты пусть поработают. Потом Путин мне говорит, я готов направить к тебе Мишустина, ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем. Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем вместе, посмотрим новации российские. Если это действительно новации, если они на пользу Беларуси, мы это примем, как Путин сказал. Если это не подходит, мы и работать не будем ни по одному направлению. Его было предложение, давайте сделаем то, что мы сегодня можем принять. Ну что тут плохого? Ничего плохого в этом не вижу. Более того, пару десятков этих так называемых дорожных карт, направлений сотрудничества Беларуси и России, там вообще не вызывают никаких противоречий и сомнений. Мы их хоть завтра можем принимать, подписывать. По шести-семи направлениям есть какие-то нюансы. Ну так мы будем дорабатывать вот как по налоговой системе. Главное, чтобы это было прозрачно и для Беларуси, и для России. Чтобы не было здесь каких-то недомолвок, чтобы это не вызывало каких-то подозрений. Много, очень много обсуждается вопрос о многовекторности. Наша многовекторность обусловлена прежде всего экономической нашей политикой. Если Российская Федерация сегодня готова весь экспорт Беларуси потребить, и вектор будет в том направлении. Но Россия не готова потребить весь экспорт Беларуси. Мы вынуждены и машиностроительную продукцию, и продукты питания, и прочее нефтехимию, химию продавать на внешних рынках. В третьих странах. Это разные вектора, и мы должны обеспечивать это дипломатически и политически. Дальше, все очень просто. У нас есть соседи, и это обусловливает политический наш вектор. Дальше, есть высокотехнологичный, богатый Запад, там технологии, мы туда продаем, они нам что-то поставляют. Так есть этот вектор отношений? Есть. Как же не обеспечивать этот вектор? Или Китай. Но при этом мы говорим, что Россия, это незыблемо, это основное направление, по которому мы готовы двигаться. Я очень рад, что руководство России понимает нас в этом плане. Все наши переговоры были основаны на платформе создания единой системы по всем направлениям, чтобы это было еще теснее, чем сотрудничество округов и республик в самой Российской Федерации. У нас есть твердое понимание, что это наше общее отечество от Бреста до Владивостока, где сегодня существует два независимых государства. Я, как первый президент Беларуси, больше, чем кто-либо из наших граждан заинтересован в сохранении суверенитета нашего государства. В противном случае можно перечеркнуть все четверть века, которым мне пришлось работать президентом.